Привет. Был запрос буквально вчера на то, чем я пользуюсь для лица. Типа кремики, рубалки, масочки и тому подобное на данный момент, но и вообще. И вот то, чем я в последнее время пользуюсь. Я сейчас просто покажу, потом обозрю. Я решила, что одну самопальную вещь тоже можно показать, потому что я чем-то подобным и вообще в прошлый год вот. Да, эта бутылочка вообще из-под соли для ванн от Лёки из Тюмени. Ну, сейчас в ней обновленный, точнее обновленный вообще лосьон, но на этом он в другой бутылочке был. Ибо кожа у меня вся такая прям офигенная, при том, что никакими тональниками и прочей три губы не пользуюсь. И вот человек мне задал запрос вопрос. Тут есть что-то как подарки от зрителей, от бывших зрителей и что-то, что я сама покупала. Ну, в такой коробочке. Ну что, начну с этой пенки. Пенка стоит у меня в ванной. Не то, чтобы я каждый день, допустим, ей пользуюсь, но где-то раз, два, три дня. Иногда каждый день. Иногда забываю про неё и вообще не пользуюсь. Иногда вечером, иногда утром, иногда утром и вечером. Ну, чаще всего утром. Дарил мне её бывший зритель Влад. Есть у меня и такие бывшие зрители. Это улиточная восстанавливающая пенка Мизон. Пенка с фильтром, фильтратом улиточной слизи, мягко очищает кожу. Ну да, она хорошо очищает кожу, она её не стягивает. Ну, после умывания этой пенкой, как бы, никаких странных ощущений на коже, по большей части, нет. И она очень экономичная. Настолько экономичная, что, блин, когда же ты закончишься. Даже так. Не то, чтобы когда же ты закончишься. Она до 18 августа 2020 года. Я очень надеюсь, что она у меня закончится до срока годности, до окончания срока годности. Может быть, если бы я ей каждый день там не пользовалась, то она бы это, ну, как бы, может и раньше бы закончилась. Но иногда мне бывало так, что я забывала, что она суперэкономичная. И у меня выдавливалась чуть больше, чем одна, вторая вот этого ногтя, милинчиковского. И даже вот эта малюсенькая капелька, она довольно долго смывается. А если уж ещё больше наложила на себя этой маски, то задолбаешься смывать вообще. И пару раз я как-то ей мыла руки, потому что что-то у меня кожа такая была почти никакая. Я думаю, наверное, можно и увлажнить, как маска, и руки. Та же самая практически кожа, что на лице. Ну и такой вот совсем чуть-чуть на руки. И тоже хорошо рукам. Ну, на самом деле, в принципе, она, конечно, на лица. Если человек вдруг меня будет смотреть, то, наверное, уже снётся, что я его подаркову. Ещё и руки умудрялась иногда возюхать и смывать. В общем, хорошая такая маска. Насколько мне известно, товарищ заказывал где-то на каком-то сайте. Честно, не знаю где, но, наверное, при желании можно найти это. Мультифукшен, фукшен, формула. Ну, вот это, мизон, мидзон, не знаю, правильно. Мизон, наверное. Просто загуглите где-нибудь. И сделано в Корее. Я подозреваю, что прилично стоит, но вот все вот эти прилично стоящие средства из Кореи, даже которые не очень прилично, менее прилично стоящие, у меня была удобная паста корейская, но настолько экономичная, что она вот само себя оправдывает. Что вот такой пенкой я умываюсь. Вот это я тоже умываю сейчас, правда, она у меня стоит как бы почти в той полке, где стоят запасы. Запасы я не обозреваю, потому что хоть у меня там и есть кое-что, но те вещи, которые я ещё на себе не пробовала, либо если я пробовала, то очень давно, я уже не помню, как они по ощущениям. Это подарок от Алены из Украины, который блог по путешествиям, у меня ещё в Инстаграм блог, по-моему, отдельный просто блог. И ещё у меня есть блог косметики посвящённый. И у меня на тот и на другой блог есть ссылки на странице о канале, в интересных каналах. Это у нас для нормальной и склонной к жирности кожи. Очищает кожу, удаляет макияж. Да, он бред для рук хорошо смываю. Матирующий эффект. Очищающая пенка для умывания. Баланс-контроль. С огурцом это доктор Санте Эльфа. Эльфа Фарм. Мне очень нравится Эльфа Фарм. Я, по-моему, даже отдельно обозревала эти вот средства от Эльфы. Помимо самой посылки от Алены. У неё срок годности до 3 ноября 2020 года. И сделана она 4 мая 2018 года. 150 миллилитров. Тоже довольно экономичная. Вот у меня ещё тут есть. Это как бы пенка-мус, можно сказать. И в какой-то момент я просто поняла, что одновременно же двумя пенками не сможешь пользоваться. Я эту поставила, а эту убрала. Но иногда они мне уверены какую-то... Какую-то я пользую, допустим, утром, какую-то вечером. Хорошая пенка. В Гринмаме был похожий спрейчик. Ну, не спрейчик. Вот такая же пенка. Так же вот потрясёшь, выдавишь. Вот тебе такой мозг. Но, по-моему, они давно уже сняли её с производства. И что-то у них там случилось в очередной раз. Ну, в общем, я не видела эту тёхую пенку. Ну, похожая пенка по типу этой. И эффект практически одинаковый. Хорошая пенка. Так что, если не Гринмама, и, допустим, вам религия запрещает, и финансы не позволяют эту корейскую маску купить, то вот эта пенка тоже вполне себе хорошая. Так, у меня, к сожалению, или к счастью, не знаю, всего лишь две пенки в использовании. Ну, те две, про которые я говорила, они как бы не в использовании, они как бы в запасах. У меня есть маска. Одна единственная осталась маска. Одна была маска от Эфоши. Я её подливала в пустых баночках. Но я её уже использовала как крем. И я думаю, ну, не знаю, может быть, благодаря ей. У меня такая кожа супер-клёвая. Может быть, просто в симбиозе со всем, что тут есть. Улетай. Маска сближающая калиновая с ментолом. Защита от угрей. Ну, угрей у меня как бы... Меня бывает в определённые дни. Иногда вылазит один прыщик и говорит, прикинь, скоро кое-что будет. Но из-за всяких особенностей организма после приезда в Абхазию у меня он вылазит как-то ни к чему. Гринмама 100 мл. Мне её дарила зрительница Ира, которая первоверующая в руку ко мне приезжавшая. Я не знаю, смотрит она меня сейчас или уже нет. Тут на ходе написано, что после вскрытия 6 месяцев и срок у неё не поверите. Отойдите от экранов тех, кто после сдохшего средства... После того, как средство сдохнет, он мне её знает. Гринмама есть такая особенность, что если средство сдохло... Ну, в смысле, срок годности у неё закончился, то оно ещё где-то приличное время будет жить долго и счастье. Раньше у них было с утра годности 3 года, потом он как-то 2 сутки скрутился. Но на сайте раньше у них был ещё такой форум, косметологический, а там какая-то фигня было ещё что-то, косметический хозы. И там писались в отзывах вообще с самими сотрудниками. На тот момент, теми людьми, которые на тот момент были сотрудниками Гринмамы, что у них даётся с запасом большим этот срок годности и после вскрытия тоже. И если хранить правильно, то оно может долго и счастливо практически жить. У меня у подруги есть скрафт для ног и пенка для ног, которые уже года 2 как просроченные, но они вполне себе в нормальном состоянии. Это у нас срок годности закончилось аж в апреле прошлого года. Я редко ей пользуюсь, ну, когда вспоминаю лучше всё-таки, вот допустим, иногда я пользуюсь летом, когда жара, и вот надо освежиться с мятой. Это так пощипывается хорошо. Иногда вот когда вот очень такая жирная кожа бывает у меня такое счастье. Иногда, знаете, переедите чего-нибудь такого. Раньше у меня был шоколад, вот много сладкого на хомячиш там, и какого-нибудь не очень качественного сладкого, и такая вот везде по всей тушке, включая лицо, жирная плёночка. И вот она хорошо. Даже, ну, если кожа не сухая, допустим, нет вот этого периода, когда кожа начинает сохнуть больше и чаще, чем обычно, то хорошая маска, в общем, я бы её открывала, она ещё вполне нормальная. У неё все эти свойства не отпали никуда. Хотя тут состав, в принципе, ну, по большей части тут практически натуральный состав. Вот в самом-самом конце тут парабены. Но раньше у них парабены отмечались, как, допустим, вытяжка из брюсники или ещё что-то. Тут без звёздочки, так что, скорее всего, они какие-нибудь там химические, но, в общем, не растительные. Тут витамина, вода, потом коорин, стиариновая кислота натурального происхождения, ну, то, что со звёздочкой глицерил, стиарак, то, что со звёздочкой глицерин, масса куншута, аксерп мяты, корня лопуха, шалфея, эфирная масса чайного дерева, аксандановая смола, алантаин, ментола. Вот всё, что со звёздочкой, это у них продукт растительного происхождения. Так, что тут у нас? И в самом конце карбомер, потом витамина, и вот эти парабены, и ДРА. Не знаю, что такое ДРА на самом деле. Ну, у них как бы не тестировать на животных, до красоты тела, продукт полностью, типа, растворяется, перерабатывается, и тому подобное. Ну, и Гринмама.ру. Ещё тюбик того момента, когда у них руководство и ремонт серии, в принципе, как бы, не менялись. Ещё с предыдущего сайта. В общем, маска освежающая Калина Восьминтола. Ну, применять 2-3 раза в неделю, наносить на кожу очищенную пенку или лосьёном серийный тай. Можно любым просто тоником очистить кожу. Не обязательно серийный тай. Через 20 минут быть тёплой водой. В общем, отличная, хорошая маска. Даже просто вот, ну, пусть даже будет у вас сухая. Кожа не сушит кожу настолько, что он нанёс по коже, потом будет трындеть. Она реально очищает, и если у вас вот здесь сухая, тут живая или, наоборот, нормальная, или как-то, как у меня комбинированная, то вполне можно пользоваться нормально. Мне кажется, она всё ещё продаётся в Гринмаме. Можно купить не только на сайте Гринмамы, можно купить в Эльбоши. По-моему, в Моргнит Косметик встречаются будут пираты и тихо-то подобных. У нас даже в Ашане я видела не именно эту маску, но продукты Гринмамы я видела. Так что вот. Так, это у нас маски-лывалки были. Лицо-смывалка, я думаю. У меня там вообще есть сливки, я их не открывала, но думала, что если вдруг придётся протестить, да. Они у меня как бы зафольгированы, и я не пользовалась, но я их планирую в подарок человеку одному, поэтому как бы не стала показывать. Ну, сливки для снятия макияжа с глаз Гринмамы хорошие вообще сами по себе просто. У меня нету макияжа на глазах, но я их увлажняла просто как лицо по большей части. Молочко для снятия макияжа. Формула Даги Гринмама. Масло зарубышей пшеницы и ромашка. Я стабильно такое молочко дарила. Сама ни разу не пользовалась. У меня так получалось, что вот один раз купила, и у меня, ой, у тебя есть молочко, мне надо. А второй раз просто покупала, именно знаю, что человек хочет в подарок. Тут у нас 6 месяцев после вскрытия сделано, ну, у нас в феврале, ух ты нет, он, да, там январе 17-го года, вот он до февраля 19-го года, помню, когда я получила космонку, то очень негодовало, потому что как вариант можно было кому-то подарить, а срок через 4 месяца истекал. Тут 300 мл, так же как с маской, ничего плохого не случилось, ничего не испортилось, никакая консистенция, там, или как-то визуально, или запах, и тому подобное. Оно хорошо удаляет всякие, там, термоядерные бальзамы для губ, помад, и тому подобное. Люди, которые пользовались, говорят, что хорошо смывает макияж, действительно. Ну, может, суперстойкий, конечно, с первого раза не смывает, ну, и вот сейчас я вам просто консистенцию покажу. Это обычное такое молочко. Я иногда я просто протираю лицо, вместо, допустим, умывалки, или после умывалки, или так вот кажется, что хочется его протереть, вместо тоника. Раньше я использовала молочко для лица разных других фирм, вот у меня была какая-то фирма, я буквально не помню, как она называется, я покупала в одном единственном магазине на Скурвиче, может быть, до сих пор она там продается, лет с 17, где-то так, с 16, чисто мордопродиралка для молодой кожи, и вот очень она мне нравилась, и периодически я старалась покупать какой-нибудь молочко вот, и вместо тоника даже. И вообще у меня иногда молочко заменяет и тоник, и крем. Я считаю, что вот это очень-то что подойдет, не обязательно смывать что-то им, если вы не краситесь вообще, или только как я, допустим, губы молюете иногда, то, кстати, у меня на губах сейчас все еще та помада Никса, которая была в пунктах в баночках, по-моему, в сентября, она все еще не закончилась, там чуть-чуть еще осталось, чуть-чуть, вот каждый раз я беру, ну все последнее, наверное, что-то, там еще что-то остается, в общем, вот этим я пользуюсь. Оно довольно бюджетное, ну, допустим, раньше оно было супер бюджетно, сейчас оно, в принципе, тоже, ну, может быть, рублей 300 стоит, но тут 300 миллилитров, их настолько долго хватает, оно вам надоест успеть, прежде чем закончится. Очень хорошее. И снова у меня тут походу дела гринвала. Я тут было три подарка, три то, что, потом, то, что я сама покупала, и вот еще, в самом конце, вот еще один подарок, тоже от подписчицы. Это гринвала, монтирующий тоник для лица от расширенных пор черных точек. Не смотрите на меня с глазами барана у новых ворот, и это все с морскими водорослями. У меня нет расширенных пор от черных точек, но он мне очень нравится, я им пользуюсь, такой тоник с утра, допустим, вечером, или перед тем, как маску нанести, или просто перед выходом на улицу и хочется где-то там за полчаса протереть физиономию. 100 мл морской сад. У меня такое уже было. У них вообще раньше вот эти флакошки шли как бы бонусом в подарок за заказ, не то, чтобы подарок за заказ, допустим, набор, там шампунь для волос и бальзам к нему, и вот такой тоник. 100 мл. Так, этот тоник у них 300 мл, и он примерно в похожем флакончике был. Раньше были по 100 с чем-то, сейчас может уже по 180, или вообще по 300, или 200, честно не знаю. А вот такие, я поняла, что даже выгоднее покупать, они где-то, что-то у меня за 60 или 50 рублей, что ли, обошелся, 100 мл. И он, ну, даже 3 тоника по 100 мл. Ну, раза в 2 или 3 выходит дешевле, чем полноценный формат. Плюс удобно, он не надоедает. Его можно взять с собой, вот у меня похуже был дерьев не как-то. Можно взять с собой в путешествие, тут 100 мл, ну, как бы, ни холодно, ни жарко. В самолет, конечно, не возьмешь, потому что это не проглазченный флакон, но тут удобный спрей. Я сейчас не смогу, наверное, прыскнуть, она была с собой ватку, блядь, но прыск на ват. На ватный диск протерли литчика. И все в ажуре. И да, он именно у тех, как вот расширенные поры или черные точки, он это тоже, в принципе, помогает с этим справиться. И тут тоже более-менее вполне себе натуральный состав. В самом конце у нас профилактическая композиция, если честно, вообще я не представляю, зачем ее суют. Но по большей части тут все нормальное. Вот у нас кастой ромата, тракт какой-то там водоросли бурой, еще одной водоросли, еще одной водоросли, соколовая вера, лантаины, фирменная масса чайного дерева, морские минералы, ну и какие-то такие, может быть, симикаты. И срок годности, он у моего тоника, до марта 20-го года он успеет уделаться. И в феврале прошлого года он сделан. Ну, после вскрытия 4 месяца. Я не помню, если честно, когда я его скрывала, потому что у меня уже был похожий тоник, но хороший. Он немножко такой, как бы спиртовой, вот иногда надо, именно вот с малой долей спирта такой вот тоник. Не такой тоник, бывает тоник, что просто тоник, просто, что я нечаянно рецо протерла, у меня бывают такие иногда тоники, но чаще всего я сама их делаю. И вот один из этих, 6-го, 0-9-го, 2019-го, лапинос отвар и 20 мл. водки, водой 40 сделанный. Пардон, я тут давно вам не говорила в момент дливания. Просто раз я делала отвар на ветках и ягодах лапиноса, в этот раз у меня просто на ягодах лапиноса по большей части, ну, как бы, ягоды на веточках, в прошлом году еще веточки, вот эти листья-то были, но у нас в 4-м году получилось так, что лапинос померл раньше, чем я его полностью оботрала, но он такой же луч, что, возможно, на следующий год все-таки еще больше разрастет, потому что в прошлом был маленький кустик, я даже не знаю, откуда он у нас появился, тетя моя считает, что он, ну, как бы говорит, что он пророс из старого яблони, через него, в этом году он в 3 раза увеличился, но вот что-то он болел или просто его походы ему делало, не знаю, ну, в общем, я его часть успела собрать до того, как он окончательно помирать стал, и другую часть я просто не успела собрать, потому что человеки думали, что я уже ничего не соберу и буду собирать, типа оставила, там, я думала, он-то зреет, другие ягодки я их соберу, он, кстати, похож визуально на черную марину, но на самом деле он очень ядовитый, и мне как-то писала в Альберли, куда-то, подобная мессенджер-подписчица с Америки, Наташа, Наташа, привет, если вы зришь, как ролик, и говорила, что у них там, где-то, он вообще, это американское растение, растет что-то по типу малины, но местные жители сказать еще должен быть. Ядовитое, это же животное, там, реально, детям, конечно, это нельзя, но с 18 лет и до какого-то определенного возраста, без всяких, без фанатизма, то 10, до 10 ягод, можно в сутки, оно как бы, то, что ядовито, оно может быть и полезно, вот в таком плане, но они какие-то, по-моему, горьковатые, я по-моему, это пробовала, такие специфические, а самотвар и настои, у меня есть и дело, просто настои, как бы, физиономить, просто тоник протереть, ты можешь сказать, что даже не тоник, лазин, потому что тут алкоголик содержится, и он, будто бы по вкусу, по аромату, он как хлебушек, вы хлебушком лицо протираете, вот он такой красный, на тонике остается, на ватном диске этот тоник остается, на лице он не остается, но если вы, конечно, на себя очень сильно не будете это намазывать, то потом протирая, допустим, другим тоником лицо, или так вот умываясь, возможно, у вас там на ватке будет розовый остаток какой-то. Вот он. Я думаю, при желании, это можно сделать самим тоник такой, и, в принципе, посмотреть, какие травы для вашей кожи полезны, и, что лучше подходите, можно самим своей. Если не можете достать эти травы, есть всегда, но еще практически везде есть аптеки, практически во всех аптеках можно что-то найти. Вот в аптеке как раз купленная, какао масса Мирова, косметическая, укрогость и токус. Снова я зернула, портуньте, наружная. Ну и я им мазала одно время немножко, ну иногда так руки, когда вспоминаю. Но при 32 градусах начинают плавиться от температуры тела человека на моего на 3 градуса меньше, остальных людей в большинстве, на 4 градуса меньше рукав, подержали недолго. Я уже дозатор отсюда достала, потому что мне неудобно было им пользоваться, и налили на ручку. Я им увлажняю руки. И иногда вот если вспомню или так вот буду им делать, а там какое-то время, как будто при окремене. Вот сюда глаза, ну у глаз, в то место, где обычно у людей начинают пакшинки появляться, такие гласительные лапки или что-то в этом роде, по капельке на пальчики, подушечками пальчиков вот так вот по хлопающим движениям бить, вечером, утром, будет круто. Точно там же на лицо наносить как крем, вот как в предыдущий ролик, который у меня был, там сметану, косик. И точно так же можно просто вот на лицо наносить его или на руки. Ну и оно убирает эти морщинки. Если у вас есть уже первые признаки этих морщинок, лапок, усиных, то два-три применения, ну за неделю, короче, оно у вас их уберет. Если у вас они есть, то они просто станут меньше. Не верите, проверьте. Я не знала совершенно про это вот все и что-то стала смотреть по этому маслу какао и нашла всякую такую интересную информацию. Ну и тут как увлажня... что у нас тут? Способствует к повышению тонуса и кругости увлажняющих угадающих поддон кожи мелко в общем написано на самом деле не знаю для каких особо видящих. Разглаживанию микрорельефа, сокращению мимических морщин обладает восстанавливающим силуэтом, придает коже мягкость и гладкость. Возможно выпадение осадка. может иметь периодопоэнсистенцию. При необходимости подогреть на водяной бане. Нужно его пока просто подогреть. И вот последний это подарок тоже подписчица. Ну как человек спросил что бы я хотела при этом должна не стесняться. Я сказала что я хочу потому что у меня как раз средство заканчивалось и я собиралась что-нибудь подобное купить. Не обязательно на этой фирме просто любой алое вера гель. У меня был от Холики-Холики потом был от Савадри был от Ла Ферма в пустых баночках октября. Вот этот вот у нас Фудо-Холик по-моему это фирма. Очень много подобных баночек на зоне есть. Я думала в других каких-нибудь офлайн магазинах. Я видела Ла Ферму но у меня тогда еще был как бы у меня был еще алое-гель. но там был не алое-гель просто допустим гель-домывания с алое. И вот Ла Ферму можно найти тоже в рифмах допустим. Ну и похожие по составу конечно не 100% тут тоже не 100% тут еще что-то такое добавлено но я имею что где есть и допустим процентов 50% алое-гель и там еще что-то какой-нибудь лимон алое и лимон по-моему есть крем до лица в Гренмаве в маленьком формате 50 мл и 100 мл очень хороший в свое время часто покупала его пользовала и практически ничем не хуже он более такой похож на гель как бы не то чтобы кремовый такой гель конечно не 100% ну и не там 90 не 70% не именно преобладает алое-гель оно тоже очень хорошее похоже я еще видела как бы мои бабушки все время потовили но она переадресовала мне еще то есть в своей жизни там было в 18-м может быть флорисант там что-то такое зелененький низ только оранжевый мер там 150 мл он такой пелеобразный там большой процент содержания алое-гель еще какой-то на компонент не помню честно и он шел как бы после принятия солнечных ванн то есть загорали на солнышке на пляже пришли домой приняли душик и после их намазали в этом счастье и я его использовала чисто для лица я его мазала укусы от комаров и в принципе по свойствам он ничем не хуже подобных гелей алое так что если именно такой вы нигде не нашли можете купить какой-то другой от саванри есть но честно я не знаю он конечно тоже такой вроде ничего мне кажется все-таки гели алое должны в более какой-то темной той же зеленой упаковки храниться изначально а не прозрачный какой-то потому что там прозрачный тюбик и меня слегка сомнения берут и там хоть и написано что 95% алое и потом 5% какой-то фигни но вот какая-то фигня там какой-то конкретный консервант есть натуральные консерванты растительные а есть конкретно химические поэтому если выбирать допустим ла ферма холика холика вот это вот или ту же савану то лучше взять ту же ла ферму сейчас по-моему она на озоне покупала в начале года за 200 рублей 200 миллилитров сейчас оно все те же 200 миллилитров это же выгодит стоит 300 рублей потому что выгоднее конечно по финансам может быть это не выгоднее не знаю сколько сейчас в самом деле стоит но там по-моему 150 миллилитров около 200 рублей был здесь 200 миллилитров и 300 рублей мне все-таки кажется я бы советовала ферму покупать вот так вот если выбирать и похожая еще штучка есть в фраше субов изотар по-моему если не путают такой синенький флакончик у них еще есть такая маска маленькая 30-50 миллилитров скрабирующая потом какая-то умывалка и именно такая зелененькая лосодержащая штучка которая как бы против углей но мне она шла как увлажнял как всегда мне очень нравилась в том 150 миллилитров честно не знаю сколько сейчас оно там стоит но тоже по свойствам похожее так что вот то чем я ухаживаю за своим лицом скажем так умывалки маски масла что-то по типу крема да его использую в основном как крем вместо крема если для лица то именно как крем круглогодично можно сказать алоэ вера подходит особенно когда летом жарко потому что лето разное бывает когда летом жарко надо все равно немножко увлажнить кожу но при этом чтобы ничем-то тяжелым чтобы оно не казалось когда он ушел на улицу что с тебя помимо пота еще какая-то фигня стекает патология как раз спасибо за просмотр надеюсь я удовлетворила запросы и всем пока что-то патология что-то проживает как патология Продолжение следует...